Пам-пада-пада-пам-пам Всех приветствую. Не знаю, как я докатился до такого, но я буду записывать сейчас Лигу Мечтателей, историю хроники Арк Драйдена. Сразу уточню, меня не интересуют любовные ветки. Кроме того, если вы видите, что у меня все находится в черно-белом варианте, то вам не чудится, и я действительно буду играть в таком виде. Кстати, забыл упомянуть, что у меня также будет бомж прохождение. То есть я буду стараться тратить как можно меньше алмазиков. В идеале не тратить их вообще. Я буду идти по пути философа. Ну, как минимум, стараться по нему идти, потому что сейчас я буду начинать с самого начала. Надо было начать раньше, но что-то я до последнего тупил. Но история действительно оказалась очень интересной. У меня тут кот рядом лежит, кряхтит. Именам персонажей я буду называть не всегда так, как это задумал разработчик, а так как мне удобнее, либо так, как они этого заслуживают. Благо, такие тоже имеются. Ну, конечно же, буду это разбавлять своим специфическим юмором, поэтому, если кому-то не нравится, просто не смотрите. Лучше закройте это видео сразу. Ну и, конечно же, черно-белый вариант тоже может понравиться не всем, поскольку у меня будет вся история выполнена в черно-белом варианте. Ну что ж, начнем с самого начала. Тихо-тихо-тихо-тихо, не ходи тут. Куда ты хочешь? Ну и, конечно же, я постараюсь озвучивать все диалоги. А также, предупреждаю, будет очень много мата. Потому что... Ну почему бы и нет? Так. Будем собирать свой образ. Ладно. Определенно. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Габи? Нет, может быть, не Габи. Угу, угу. Может быть, так? В принципе, так и проходил эту игру в первый раз. Это было просто что-то с чем-то. Ладно, давайте начнем. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Глава первая. Незнакомец. Люди всегда знали, что деятельность однажды изменит мир. Кто-то верил, что наступит светлое будущее. Кто-то предрекал конец света. К сожалению, вторые оказались ближе к истине. 120 лет назад, в ходе неудачных испытаний, на территории США произошла серия... ТИХАЙ! КОЗЕЛ! Чё тебе надо? Ну, падаешь на меня тут. Ты чё, псина? Ты знаешь, мне поиграть сегодня? Кабан! ГЛАСКОСТЫЙ КАЗЕ, 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 КАЗЕ. 120 лет назад в ходе неудачных испытаний на территории США произошла серия взрывов на химических производствах. В атмосферу выбросились вредные вещества, повлекшие гибель и мутацию многих живых существ. Взрывы спровоцировали землетрясения, завержения вулканов и цунем. Цепь катастроф изменила привычный облик нашей планеты, терл скарб города и страны. Выжившим пришлось объединяться в колонии и учиться существовать в новом мире. Это Арк Драйден, 2061 год. Кстати, советую смотреть в небольшой перемотке, потому что читать я буду не спеша, вчитываться и подбирать интонацию под персонажей. Город, расположенный на территории, когда-то называвшейся Восточной Европы. Если верить старым картам, он вырос на месте Бортиславы, одной из столиц прошлого. Часть зданий и сооружений Арк Драйдена отреставрированы на свете предков. Здесь мы и живем. Все наше существование подчинено жестким правилам, и мы верим, что их соблюдение необходимо для выживания. Жители города с рождения распределены по четырем корпусам. Корпус власти руководит всем происходящим в Арк Драйдене. Корпус мира обеспечивает порядок внутри города. Корпус снабжения добывает пищу, полезные ресурсы, строит дома и создает вещи, необходимые для обычной жизни. Есть еще корпус охоты. Ну он есть, но мы не будем его упоминать, он нам как бы нафиг не нужен, да? Он ежедневно патрулирует зону Икс, лесной массив вокруг города, в поисках диких зверей, подвергшихся мутации. Корпус охоты, рискуя жизнью, оберегает жителей Арк Драйдена от страшных существ, которые могут прийти извне. Строгие правила запрещают переход граждан из одного корпуса в другой, и соблюдение правил ведет к жестокому наказанию. Меня зовут... Теперь так. Меня зовут Яплушка, и я часть корпуса охоты. Пускай будет так. Вот ведь адская кошка. Я кувыркнулась в сторону, уворачиваясь от когтей обезумевшей рыси. Зверь рычал и готовился к новому прыжку. Хочешь мне полакомиться? Извини, не выйдет. Я быстро нашла глазами оружие, которое выпало у меня из рук при кувырке. Сейчас посмотрим, кто из нас проворнее. В этой истории вы можете накапливать следующие характеристики. Мятежник наделяет вас решительностью и способствует пренебрежительному отношению к опасности. Философ делает более осторожным в действиях и словах. Влияние наделяет качествами лидера, способного вести за собой массы. Изобретатель. Характеристика, которая помогает проявлять смекалку и создавать из подручных средств орудия защиты или нападения. Я рванула с места и подхватила с земли старую винтовку. И подведи меня, прошептала я, передергивая затвор старой винтовки. Обнажив клыки, рысь летела в мою сторону. Упершись прикладом к плечо и стараясь не шевелиться, я целилась в мутанта. Битый зверь повалился на землю. Выдохнув, я опустила винтовку и усилась на траву. На поясе зашипела старая рация и послышался знакомый мужской голос. «Еблушка, ты меня слышишь? Что там у тебя происходит?» Я отцепила приемник от ремня, нажав кнопку и ответила. «Квадрат Д9 зачищен. Жду помощи. Мне одной до благпоста эту тушу не дотащить». «Я тебя понял. Иду к тебе». Иглушка посмотрела в сторону, где ожидала увидеть Матвея. Ну, будь у меня Матвей. «Ты не ранена?» «Нет, все в норме». Рация затихла, а я, прислонившись спиной к ближайшему дереву, старалась восстановить силы. Минут через двадцать послышались приближающиеся шаги. На поляну с двумя помощниками пришел Матвей, мой друг детства. Сейчас его заслужено называть лучшим молодым охотником. Бросив быстрый взгляд на мертвого мутанта, он подошел ко мне. «Везет же тебе на крупную добычу». Я устала улыбнулась. «Это точно. Только знаешь, в такие моменты становится очень обидно. Нельзя даже шкуру забрать как трофей». Матвей закатил глаза и покачал головой. «Дай тебе волю, ты бы из принципов вытрашивала всех этих мутантов. И заразил бы весь город их мутагенами». «Так что даже хорошо, что это запрещено». Матвей подал руку и помог мне подняться. «Знаешь, что мне всегда казалось странным? Почему атмосфера восстановилась от химического загрязнения, а живой мир так и не оправился от катастроф прошлого?» «Просто примета как данность». «Идем. На сегодня с тебя хватит». Вы крепких парней погрузили мертвую рысь на импровизированные носилки, и мы вместе направились к блокпосту. Зону Икс от Аркдрайдена отделял высокий собор. По всему периметру выстроена система блокпостов, находящихся под контролем корпуса мира. Убитых мутантов мы передаем миротворцам для утилизации. Из небольшой будки навстречу вышли несколько парней. Один из них был и хорошо мне знаком. «Ну и зверюгу вы притащили!» «И кто из вас герой сегодняшнего дня?» Я подняла вверх руку, показывая, кому принадлежат лавры победа над мутантом. «Я даже не сомневался, малышка! Ты, как всегда, на высоте!» Кром глаза я заметила, как Матвей бросил на миротворца хмурый взгляд. Юрий в своем репертуаре. «Флиртует с каждой симпатичной девчонкой?» «Ммм, поставить парня на место». «Эй, Дэн Жуан! Я же просила так меня не называть!» Возмутилась я, крестив на груди руки. «А что я такого сказал?» Прищурившись, поинтересовался Юрий. Я тяжело выдохнула. «Сам все прекрасно знаешь. С тобой невозможно поговорить нормально. Без всех этих малышек, красоток и милашек. Может быть, с другими девчонками это сработает, но...» «Но будь уверен, я на это не куплюсь». Юрий, долго державший серьезное лицо, не выдержал и рассмеялся. «Я покачала головой и...» «Я покачала головой и в который раз подумала». «У этого парня слишком обаятельная улыбка». «На него просто невозможно долго злиться». «Блин, какая-то персонажиха очень влюбчивая, я заметил. Ну, либо просто излишне наивная. А возможно, это такой жест, который позволяет игроку подкатить кому-либо из персонажей будущего. Мне на плечо легла рука Матвея. «Все, мы можем идти». Парень легко подтолкнул меня вперед, давая понять, что пора заканчивать разговор с миротворцем. «Подожди». Остановил меня Юрий. «Сегодня ночью все собираются на площадке за старым полигоном. Будут танцы, музыка, приятное общение. Придешь?» «Обязательно». Недовольно ответил за меня Матвей. Я легко откнула друга локтем в бок. «Я постараюсь». Юрий попрощался и вернулся на пост. А Матвей вызвался проводить меня до дома. «Я очень надеюсь, что вот эти вот мои комментарии на монтаже окажутся не слишком кринжовыми». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Просто я не хочу это все перезаписывать снова». Через блокпост мы вышли в город и направились в его западную часть, туда, где располагалось поселение охотников. На всем пути нам попадались расклеенные повсюду лозунги. Для функционирования системы важен каждый элемент. Сломанные элементы уничтожают своими общего блага. Смысл этой фразы предельно прост. Ты либо подчиняешься установленным правилам жизни, либо от тебя избавляются, как от сломанного механизма, мешающего работать в всей системе. Как же я мечтал сорвать эти бумажки и сжечь их в огромном костре. Мы повернулись к центральной площади. Еще каких-то 50 лет назад здесь устраивали публичные расстрелы провинившихся. К счастью, подобные зрелища остались в прошлом. Нынешнее поколение полностью смирилось с теми условиями, в которых проходит их жизнь. А если среди населения все-таки появляются нередкие бунтовщики, то с ними не церемонятся. Их отводят в подвалы корпуса мира, из которых уже никто не возвращается. Каждый раз задаюсь вопросом, будь моя мотивация сильнее, смогла бы я начать борьбу с системой? Дать однозначный ответ я пока не могу. Но искренне желаю, чтобы наша жизнь изменилась, даже если для этого придется рисковать. Район охотников отличался от остального Аркдрайдена и больше походил на небольшую деревню. Здесь, на окраине города, иютятся наши неприметные ветхие дома. Почти всю дорогу до дома Матвей молчал. Не привыкла видеть его таким. Сколько себя помню, он всегда был жизнерадостным, веселым. А сейчас все его мысли заняты только охотой и патрулированием. Мы остановились недалеко от моего дома, и Матвей наконец заговорил. Мне не нравится, что ты общаешься с этим миротворцем. С Юрием? Да, он кажется мне ненадежным и надоедливым. Эй, прекрати вредничать. Странно, никогда не замечала неприязни Матвея к Юрию. Что же изменилось? Какая муха тебя укусила? Ты сегодня сам не свой. Матвей словно опомнился и на его лице проступила первая за день мимолетная улыбка. Все хорошо, просто волнуюсь за тебя. Эти слова согрели мне сердце. Матвей всю жизнь присматривает за мной. И даже в детстве старался всегда быть рядом, чтобы прийти на помощь. Я уже собиралась повернуть к дому, когда у Матвея затрещала рация. После нескольких минут переговоров друг произнес. Отдых временно отменяется, нас вызывают в штаб. Мы вошли в главное здание корпуса охоты. В старинном здании с кирпичными стенами собрались почти все молодые охотники. В центре, на небольшом возвышении из досок, стоял подтянутый мужчина средних лет. Это был Лукаш Иржи. Алкаш ржущий. Глава корпуса охоты. Арк Драйденом управляет корпус власти. Блин, такое странное название. Переместить Д в начало будет Дарк Райден. Дарк Райден. Это даже звучит. Звучит более привычный для уха и гораздо проще для запоминания. Ну ладно. Хотя мне почему-то кажется, что Дарк Райден был бы более подходящим названием для подобного места. Ну возможно я не знаю все детали. Посмотрим дальше. Он состоит из совета семей. Места в котором передаются по наследству. Главу города выбирают члены совета. Раз в пять лет из числа своих участников. Несмотря на это, в каждом корпусе есть свой глава, который родился и вырос в этой общине. У него есть определенная власть среди своих сограждан. Но подчиняться он вынужден верхушке города. Видев Матвея, Алкаш махнул ему рукой. Да, парень, иди сюда. Тебя-то мы и дожидаемся. Матвей с главой корпуса поднялись на возвышение. Только сейчас я обратила внимание, что в центре рядом с алкашом стояла еще одна фигура. Зоя. Молодая охотница и самая популярная девушка нашего корпуса. А что она там делает? Я удивилась. Большинство парней боготворило Зою, а девушки считали ее высокомерной выскочкой. Мои размышления прервал голос алкаша. Молодежь, я собрал вас здесь для того, чтобы объявить о... Кхм-кхм-кхм, сука. Чтобы объявить о важных изменениях. С этого момента Матвей и Зоя, как лучшие из вас, берут на себя обязанности командиров патрульных групп. Теперь они отвечают за ваши победы и неудачи. Ваша обязанность беспрекословно следовать их приказам. За неповиновение или любую самодеятельность вас ждет наказание. А бывать его придется в холодном темном карцере. Надеюсь, все помнят об этом. В толпе пронесся тихий стон. Одна только мысль о карцере приводит меня в ужас. По спине пробежали неприятные мурашки. Я вспомнила, как нас в детстве водили на экскурсию в холодные подвалы. Там, за решетками, отбывали наказание те, кто провинились, но не заслуживали казни. В карцер не отправляли надолго. Максимальным наказанием считался месяц. Но эти 30 дней становились для человека худшим испытанием. Заключенных не кормили. Раз в день им приносили стакан воды. Холод и сырость испытывали организм на прочность. Большая часть тех, кому не повезло провести заключение целый месяц, умирали после возвращения домой. Карцер – худшее наказание, чем смерть. А теперь можете поздравить ваших товарищей с повышением и разойтись. На сегодня это все. Протискиваясь к другу, я заметила, как лучезарно, улыбающаяся Зоя, бросилась ему на шею. Обняв Матвея, она поцеловала его в щеку, оставив след яркой помады. От созерцания этой картины я почувствовала... ...удивление. Что происходит? Насколько я помню, мисс совершенства никогда не проявляла ни малейшего интереса к Матвею. А теперь вдруг обнимается с ним, как с лучшим другом. Или того хуже, как с собственным парнем. Тем временем Матвей уже спустился с импровизированной сцены и искал меня глазами. Поздравляю тебя, командир. Ну как, приятно получить власть в столь юном возрасте? Матвей размеялся. Теперь-то я точно не дам тебе спуска. Будешь под моим строгим контролем. А то я тебя знаю. Ты, блин. Ты че, рожа? Чего ты орешь, Чудик? Градется, градется, градется. Он хочет на меня напасть. Давай, нападай. Нападай. Ты дашь мне записать летсплей, Чудик? Я и так очень много времени на перезаписи потратил своего голоса. Неожиданно из спины парня выросла Зоя. Не удостовь меня вниманием, она ласково промурлыкала Матвею. Надеюсь, сегодня ты придешь на вечеринку. Как стемнеет, все собираются за старым полигоном. Ночью обещает быть жаркой. Матвей слегка смутился. Думаю, я приду. Буду ждать. С этими словами девушка направилась в сторону выхода, а я замерла в недоумении. Что это сейчас было? Блин, вот это что сейчас было? Матвей пожал плечами. Просто приглашение. Да иди ты нахер от меня! Я тебе, сука, кину сейчас чем-нибудь. Я прищурилась и пытливо угляделась в лицо друга. Ты покрасил, как школьник. Парень прорывал рукой по своей щеке и отмахнулся. Я вижу, что ты крадешься ко мне, лошадь. Усатая. Хвостатая. Ты мне хочешь ударить? Ты хочешь меня ударить? Да? Рискни здоровьем. Вот он обиделся. Я никогда не краснею. А вот ты выглядишь недовольный. А чему мне радоваться? Моего друга взяла в оборот девушка сомнительных качеств. Матвей тепло улыбнулся, положив руки мне на плечи. Слушай, Зоя неплохая девчонка, правда. И тебе не о чем переживать. Я уже взрослый мальчик. Меня сложно обмануть. Я стоял напротив друга и продолжал удуться. Я тебе поразить сейчас закрою в комнате, понял? Еблушка, давай улыбнись. А то я решу, что ты меня ревнуешь. Я словно ужаленная поскочила на месте. Ревнуя? Вот еще. Если только совсем чуть-чуть и, конечно, лишь по-дружески. Успокаиваясь, я постаралась объяснить себе собственное поведение. Кто-то из толпы позвал Матвея. Извини, мне нужно сейчас подписать какие-то уставные бумаги. Ты доберешься до дома с ума? Я, наконец, улыбнулась и закатила глаза. Парень, за кого ты меня принимаешь? Я выслеживаю диких зверей, а ты переживаешь, что я заблужусь среди десятка домов? Конечно, я доберусь. А ты иди, командир. Матвей махнул мне рукой и отправился официально вступать в новую должность. А я вышла из штаба и побрела домой. Матвей махнул мне рукой.